Традиционные соревнования гонщиков Бурундучи и Бега прошли в минувшие выходные в Берске. Грязь, дождь, препятствия, как искусственные, так и естественные, участникам на внедорожниках было где разгуляться. На прочность своих железных монстров проверили порядка 50 любителей экстремальной езды. За происходящим с большим интересом наблюдали мои коллеги. С 2013 года на окраине Берска в мае слышится рев моторов. Это проходят традиционные гонки среди любителей экстремальной езды и трасс с препятствиями Бурундучи и Бега-2018. Порядка 50 экипажей из Алтая, Кемерово и Новосибирской области проверили автомобили на прочность. Вот такие мощные внедорожники можно увидеть на соревнованиях сейчас. Я попробую прокатиться на одном из этих монстров и, надеюсь, получу свою дозу адреналина. Сейчас я сначала на заднем привыкну, а потом включу и выйду передок. Погода во время соревнований подвела и прибавила испытаний участникам. Почти на всем протяжении гонок шел дождь, но таким автомобилям это не помеха. К слову, любители экстремальной езды состязались в четырех классах машин. Туризм экстрим, стандарт и прото. То есть, ну и стандартные машины, понятно, объяснять не надо. То есть, туризм увеличены колеса, увеличиваем клиренс. Туризм уже присутствует лебедка, ну и экстрим это отдаленно напоминающая машина. Всего девять раз или по-иному секции, начиная с нулевой и заканчивая восьмой. Каждая последующая трасса сложнее предыдущей. Участникам предстояло преодолеть как естественные препятствия, так и искусственно созданные организаторами. Стволы деревьев, покрышки, лежащие поперек дороги, вырытые ямы, крутые подъемы и спуски. Перевернуться на машине здесь не составит труда, поэтому без шлема выходить на трассу запрещено. Это Берчанин Армен Марутян. В классе экстрим он взял первое место, набрав 42 балла. Эмоций много, гонка динамичная, то есть секции короткие. Ремонт постоянно после каждой гонки. Машина подготовлена в категорию ТР-2, то есть мы сегодня даже едем не в своем классе. Сейчас сегодня едем в экстриме, а вообще это ТР-2 подготовлено. Ну, строил год ее. Девушки не обходят стороной соревнования. Кто-то здесь, чтобы поддержать друзей, другие сами садятся за руль. Гонщица из Новосибирска Екатерина Волкова взяла золото в категории монопривод. Машина ВАЗ-2101 на самом деле строилась под зимний дрифт, но как бы так боевой автомобиль в ремонте пока еще, то в классе монопривод на этой машине поехала. Трасса, ну, с точки зрения давнего участника этих соревнований, трасса крайне простая, но для моноприводов, в принципе, самое оно весело, интересно, здорово. Зрители поддерживали. Проходить трассу еще раз здесь не возбраняется, а наоборот. За повторное прохождение секции с четвертой по восьмую участники могли получить плюс один балл. Это восьмая, самая последняя и в то же время самая сложная секция. Ее прохождение может затянуться до получаса, если не больше. Не каждый смог преодолеть все испытания восьмой секции. Без специального оборудования здесь не обойтись, а именно лебедок и лестниц. Экипаж из Тогучино прошел лишь половину трассы и в итоге сошел с нее. Машину ждет ремонт. По итогу соревнований большее число первых мест забрали новосибирцы. Победители получили медали, дипломы, а также ценные призы от спонсоров.